Не по технической причине промахнулся Як-42 мимо взлетно-посадочной полосы в Уфе. ЧП, которое чудом не привело к жертвам, говорит об уровне подготовки пилотов. Вот так считают федерации любители авиации. Недостаточные навыки пилотирования этого экипажа, кто сидел за бортом. Потому что само по себе выкатывание или посадка на мокрую полосу, это не является таким уж чрезмерным, таким сильным, выходящим за рамки руководства этим самолетом. Этим утром в Уфе самолет выехал за пределы взлетно-посадочной на 400 метров. К счастью, никто не пострадал. Причиной аварии, по версии Следственного комитета, могли стать гроза и ливень. Всю ночь в республике мчили дожди. Когда лайнер заходил на посадку, сверкали молнии. По словам пассажиров, они видели вспышки рядом с фюзеляжем, еще когда окружили на дуфой. Пилот целый час не решался идти на снижение из-за плохой погоды. Лайнер благополучно приземлился на мокрую полосу, но не смог вовремя не тормозить. Ближе уже к земле, с соприкосновением с землей, мы почувствовали сильный удар. Все пассажиры захлопали в этот момент. Как в предвкушении обычно бывает, что сейчас будет посадка, мы все приземлили, все будет хорошо. Но дальше, когда мы ехали, ехали, и мы почувствовали сильные удары, столкновения, толчки, и наше левое крыло самолета завалилось налево, мы подумали, что мы сейчас либо перевернемся, либо что это. Я очень сильно испугалась за себя, за своего ребенка. Я думаю, я не одна в этот момент молилась о том, чтобы мы все были живы и здоровы. На борту летели 118 пассажиров, из них почти 30 дети, а также 8 членов экипажа. Воздушное судно прибыло в столицу Башкортостана и Сочи, и во время посадки самолет просто выкатился в кусты и завалился на левое крыло. Шасси якобы такого необычного заезда не выдержало, опоры повреждены, теперь говорят правоохранители. Пассажиров выводили из самолета прямо по крылу, аварийным выходом воспользоваться не смогли. Самолет принадлежит красноярской авиакомпании «Красавиа». Перевозчик летает внутри страны и региона, в частности, доставляет людей и грузы на крайний север.